Друзья, сегодня я хочу вам показать маленький такой секрет. У каждого бывает, когда цвет немножко просел, провалился, стал немножко плотнее. И вроде бы вам все нравится, но вы хотите сделать его более прозрачным, убрать вот эту интенсивность. Но при этом не хотите брать порошок. Сейчас я вам покажу, что нужно сделать, чтобы исправить эту маленькую неудачную ситуацию и создать очень красивый цвет. Нам понадобится для этого тест-прять. Сейчас я специально создам цвет, который немного провалился, стал более интенсивным, так как у меня обесцвеченная прядь. Я возьму цвет 6,21, где 2 это фиолетовый, 1 это пепел. Разведу на 3% один к одному. Я беру горошину цвета, беру окислитель 3%, создаю оттенок, беру тест-прять, я ее намочила, так как я тонирую на влажный волос, я создаю максимально те же условия, которые, например, я бы делала, это окрашивание на волосах. И наношу этот продукт на эту обесцвеченную прядь. Жду 5 минут и посмотрим, какой у нас получится цвет. Итак, прошло 5 минут, посмотрите, что мы имеем. Почему я за то, чтобы во всех салонах стояли белые мойки, вы даже уже на мойке видите, какой сформировался цвет. Соответственно, на обесцвеченном волосе вот такой вот цвет у вас получился. Смыли с волос этот цвет и видим, что у нас много этого фиолетового, да, вот прям лишний он у нас. А нам хотелось более прозрачный такой перламутровый. Что нам понадобится для того, чтобы быстро исправить эту ситуацию? Небольшое количество маски силиконовой, уже знакомые вам прямые пигменты, желтый и розовенький. И все это мы сейчас смешаем. Берем горошину желтенького и маленькую капельку, маленькую такую капельку розовенького. И все это перемешиваем. Смотрите, почему именно берем желтый и розовый? У нас с вами получился такой фиолетовый оттенок, где-то слегка с небольшим количеством серого. Для того, чтобы все это перевести и сделать прозрачней, нам понадобится желтый и, соответственно, капелька розового. Так, немного добавляем водички. Для того, чтобы понять цвет, очень хорошо его раскрывать, вот так вот в пальцах. И наносим вот это вот небольшое количество маски с прямым пигментом. У вас прям на глазах цвет становится более прозрачным, вот если поймает камера, более бежевый. Прорабатываете. Так, смыли водой. Уже, видите, более такой вот прозрачный. Если это вас устраивает, все сушим. Если вам хочется еще добавить прозрачности, берем эту же смесь и наносим снова. То есть двойное такое нанесение получается. И цвет становится еще прозрачнее. То есть вы корректируете оттенок, перетягивая его более в бежевый цвет. Ну вот, я уже даже вижу, что практически цвет такой красивый перламутровый. Даже в мокром виде это видно. И более прозрачный. Все знаем, что если присутствует бежевый, значит светоотражение лучше, значит цвет более светлый. Смываем. Вот насколько прозрачнее стал цвет. Давайте посмотрим, например, как этот цвет, например, пустой обесцвеченный цвет, взял бы на себя вот эту вот маску цветную. Какой же оттенок мы с вами создали. Смотрите, какой красивый. Очень прозрачный такой персик на 10 уровне. Чтобы вы понимали, что наложение вот этого вот оттенка на фиолетово-пепельный, мы получаем красивый перламутровый. Если бы у нас было больше серого вот на этой пряде, тогда мы бы взяли розовый и желтый в равных пропорциях. Продолжение следует...